Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Виктор Паньков, компания Гранд Капитал. Сегодня 1 марта, начало нового месяца и мы начинаем математический анализ валютного рынка Форекс. Предыдущий месяц закончился весьма эффектно, были последние несколько дней крайне волатильны, было очень много неплохих движений, на которых можно было прилично заработать. И сегодня мы разберем подробнее, а также посмотрим, на что следует обратить внимание в начале нового торгового месяца. Поехали! Индекс S&P500 последние 2 дня уходящего месяца снизился, пробив отметку 33 800 долларов, но тем не менее не смог закрепиться ниже нее. Все-таки после окончательного принятия пакета стимулирующих мер по поддержке американской экономики и фондового рынка, видим, что цена на S&P500 потихоньку начинает возвращаться к максимумам, и я думаю, что самое время взять курс на наши цели, которые мы до сих пор так и не отработали. На текущий момент ближайшие уровни поддержки это 3833, ровно 3819, 61. При подходе цены к этим уровням также можно рассматривать отсюда покупки. Ну, а, соответственно, если будет у нас рисоваться структура наподобие 1, 2, 3, можно будет усиливать позицию и подтягивать стоп-лосс во избежание вот таких срывов цены, чтобы мы все-таки с вами остались в плюсе. Евро-доллар пока продолжает снижаться уже третий день к ряду. Прошли мы порядка 200 пунктов, что, в принципе, для евро-доллара в последнее время, как мы видим, достаточно стабильно. То есть, постоянно мы проходим такие большие расстояния перед каким-то серьезным откатом. Но, с другой стороны, в целом движение, конечно же, для этой пары нетипично. Все-таки пара эта умеренно волатильная, поэтому движения столь резкие и бескоррекционные – это на длинных дистанциях редкость. Поэтому сейчас у нас здесь с вами идея следующая. Мы рассматриваем дальнейшее снижение в область 1, 20, ровно 1, 20, 11 с текущих позиций, либо от ключевых уровней 1, 20, 76, 1, 21, 2, 0. После этого, соответственно, мы будем рассматривать уже какие-то коррекционные моменты. Здесь они могут быть по отношению к этому движению выполнены как на уровень минимальной коррекции, так и на уровень глубокой коррекции. Но, тем не менее, для начала нам нужна какая-то точка отсчета, какая-то опора. И здесь, мне кажется, этой опорой выступит именно дно текущего падения в указанных пределах. Поэтому пока рекомендую придерживаться южного направления. Не пытайтесь поймать вот эти несчастные коррекционные моменты в 35 пунктов до уровня минимальной глубокой коррекции. Лучше дождитесь, пока цена подойдет сюда. И здесь с понятным стоп-лоссом и с понятной точкой входа входите в рынок на понижение. Фунт-доллар снизился, но в отличие от евро не так сильно упал. Как мы видим, остались мы пока что в пределах трендового канала. Даже к нижней границе не долетели. И здесь у нас идея следующая. Пока что у нас структура рисует восходящий краткосрочный тренд. Постоянно мы поднимаем, обновляем максимум и подтягиваем локальный минимум. Поэтому придерживаемся с текущих позиций восходящего движения до одного из ключевых уровней сопротивления. 1.4014-1.4077. После этого можно будет рассматривать дальнейшее движение в нисходящем направлении с целью в районе 1.3770-1.3806. Это будет наш основной сценарий. В случае, если все-таки в Америке будет все очень печально, а в Британии все очень хорошо. Фундамент развернет фунт в дальнейшее восходящее ралли. И здесь при закреплении выше уровня 1.4077 мы будем дальше его покупать с целями в районе 1.4322-1.4426. Доллар японская иена продолжает укрепляться, однако сейчас цена подходит к своему логическому апогею. Как мы видим, структурно у нас цена выполняет одни и те же движения. И сейчас как раз мы выполнили предыдущее движение по структуре и также подошли к ключевому циклическому диапазону сопротивления. Поэтому здесь в районе 106.742-106.907 я вам рекомендую искать продажи. Если цена до тестирования этих целей снизится и дойдет до одной из котировок 106.348-106.154, это у нас уровни поддержки текущие. Здесь можно будет входить в бай с целями в районе 107.363-107.499. Это будет наш основной сценарий. Однако обратите внимание вот на что. Если мы будем с текущих позиций доставать до вот этого ключевого диапазона и здесь рисовать какой-то разворотный паттерн, то с большей вероятностью мы с вами снизимся на более глубокую коррекцию по отношению ко всему вот этому восходящему движению. Здесь рекомендую ключевой точкой определить уровень 105.946. Уровень лежащий в середине проторговки, которая у нас была на прошлой неделе. И здесь же соответственно мы будем с вами входить в бай на продолжение восходящего движения. Пока что доллар и японская иена смотрят исключительно в бай, как в среднесрочном, так и в краткосрочном моменте. Поэтому придерживаемся северного направления. Доллар-канадец. После укрепления немножко скорректировался, но тем не менее пока что еще сохраняет шансы на продолжение восходящего движения. Уровни поддержки ключевые у нас разбросаны достаточно глубоко из-за того, что на прошлой неделе ралли было практически безоткатным. 1.2625, 1.2565 наши уровни и рассматриваем дальнейшее восходящее движение. Здесь если мы посмотрим по структуре движения цены, нас в принципе ожидает поход примерно в область 1.2921, 1.2952, которую мы отмечали с вами ранее. Поэтому этот сценарий будет у нас основным. Альтернативный сценарий это ослабление американского доллара и движение доллар-канадец в нисходящем направлении. 1.2565 наш ключевой уровень. Если мы закрепляемся ниже него, то летим к нашим нижним неотработанным целям. 1.2442, 1.2461. Доллар-франк пока продолжает среднесрочно идти в восходящем направлении. Здесь также у нас весьма симпатичное движение, четкое показывается. То есть восходящая волна, коррекция, восходящая, коррекция, восходящая. Соответственно сейчас мы рассматриваем пятую волну во всем этом безобразии. И здесь ключевым диапазоном для нас является 0.9143, 0.9161. По достижении данных целей здесь можно рассчитывать на коррекцию. Либо это будет коррекция минимальная, как в прошлый раз. Либо это будет коррекция какая-то более глубокая, которая была у нас ранее. Но тем не менее все равно коррекция в среднем составит порядка 60-70 пунктов. Это расстояние можно будет забрать. Однако обращаю внимание, что эта сделка у нас агрессивная. Ну и помимо этого, поскольку у нас вблизи находится среднесрочный диапазон, есть шанс того, что мы с вами точечно его оттестируем и только затем уйдем на коррекцию. Поэтому здесь при открытии сделок в противоположную сторону, контртренд, будьте пожалуйста внимательны. Ставьте стоп-лоссы обязательно. Австралиец доллар достиг ключевого диапазона при падении. Сейчас кажется мы идем на небольшую коррекцию. Ключевые уровни сопротивления по отношению ко всему нисходящему движению 0.7828-0.7895. Здесь у нас пока других основных идей нет. После такого стремительного падения обязательно мы ждем реакции. Тем не менее, с текущих позиций мы все-таки можем пойти дальше в нисходящем направлении. Здесь у нас целью с вами будет вот этот неотработанный диапазон с ключевым уровнем 0.7512-0.7534. И, собственно, эту цель мы рассматриваем как среднесрочную по движению в нисходящем направлении австралийца. Тем не менее, ближайшая цель у нас с вами находится в районе 0.7654-0.76666. Это неоттестированный ключевой диапазон. Однако, будьте внимательны. Исходя из такого стремительного падения, этот диапазон мы можем попросту не заметить. Поэтому рекомендую все-таки дождаться коррекции к одному из ключевых уровней сопротивления. И отсюда уже принимать решение. Новозеландец доллар также упал. Здесь нас задержала линия поддержки и сопротивления. Тестировали мы ее теперь уже как линию поддержки. И пока что мы продолжаем оставаться в рамках предыдущего торгового дня. Здесь у нас идея следующая. Есть ближайший ключевой диапазон 0.7174-0.7198. Есть два ключевых уровня сопротивления. 0.7326-0.7378. От этих уровней при подходе к ним рассматриваем движение в нисходящем направлении с целью достижения данного диапазона. Если же мы сразу придем в этот диапазон, то здесь будем искать следующую циклическую цель по восходящей коррекции. Поэтому пока здесь непонятно. При обновлении локального минимума можно пробовать дальнейшие продажи. Ну правда потенциал здесь совсем небольшой. Порядка 22 пунктов. Ну а при обновлении локального максимума здесь у нас будет уже не что иное, как паттерн 1.2.3 и восходящее направление. Золото. После стремительного падения в пятницу, достигнув ключевого диапазона среднесрочного, мы откорректировались. Достигли уровня минимальной коррекции по отношению к вот этому срыву цены. И сейчас продолжаем находиться в рамках текущего диапазона. Здесь у нас идея с вами следующая. Структурно я все-таки вижу после достижения данной цели золото в краткосрочной перспективе в восходящем направлении. Как минимум до цели 1774.45. Для этого нам необходимо либо с текущих позиций, что будет достаточно агрессивно, либо после коррекции золота к одному из ключевых уровней 1741.34-1732.25 рассмотреть сделки в восходящем направлении. И после этого уже по достижении данного ключевого диапазона здесь будем рассматривать какие-то моменты на отскок и возможно продолжение движения после ретеста зеркального уровня. Но пока что идея именно такая. Дожидаемся небольшого спуска и затем подъем. Серебро так же как и золото в пятницу снизилось. Однако падение серебра было не таким критичным. Здесь всего лишь 70 пунктов с небольшим. Сейчас мы откорректировались до уровня минимальной коррекции по отношению к восходящему движению. И предлагаю здесь рассмотреть тот же самый сценарий какой мы рассматривали на золоте. Здесь у нас критической точкой будет с вами являться уровень 26.47. Предлагаю либо с текущих позиций, либо после коррекции к этому уровню рассмотреть дальнейшее восходящее движение. Тем более что структурно как мы видим в принципе мы где-то с этих позиций и должны прийти к нашей цели 27.44. И это будет наш основной сценарий. Если же мы пойдем вниз и будем еще дальше снижаться, то здесь у нас есть целевой диапазон, который давным-давно мы рисовали, но так его и не оттестировали. 24.34, 24.80. Если мы взглянем на структуру движения цены, то в принципе с текущих позиций мы можем плюс-минус прийти к верхней его границе. Это будет альтернативный сценарий. Нефть марки Brent после того, как в четверг достигла своей пиковой точки, пока что так и не преодолела эти значения. Несмотря на то, что на сообщении о том, что приняли пакет стимулирующих мер для экономики США, максимум мы не пробили. И продолжаем удерживаться ниже линии поддержки и сопротивления 66.71. Поэтому сейчас, в данный момент, нефть у нас смотрит пока что вниз, пока мы не преодолели данную линию поддержки и сопротивления. Ну а если мы будем ее преодолевать, то будем рассматривать движение в лонг к нашим неотработанным целям 70.03, 74.90. Пока что же рекомендую рассмотреть сделки в сел до ближайшей цели 64.04. Это уровень глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Ну а после того, как мы достигнем этого уровня и оттестируем, например, вот этот зеркальный уровень, можно будет рассмотреть дальнейшие идеи в шорт. И доллар-рубль с гэпом открылся вниз на фоне ослабления американского доллара. И здесь у нас идея с вами следующая. Пока что мы структурно придерживаемся политики укрепления доллара по отношению к российскому рублю. Ближайшая цель так и остается прежней 75.29, 75.45. То, что мы открыли с гэпом, это в принципе пока, я не думаю, что сильно меняет наш прогноз, сильно меняет сценарий. Ну просто мы будем этот гэп сначала закрывать, затем давать небольшую коррекцию и после этого уже двигаться вверх. Поэтому здесь также рекомендую придерживаться северного направления. В случае, если цена будет пробивать котировку 73.28 и закрепляться ниже нее, в этом случае у нас произойдет смена тренда. И мы будем рассматривать падение в область 71.61, 72.01. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также напоминаю вам о том, что вы можете стать участником клуба трейдеров, где наша команда аналитиков транслирует свои сделки в прямом эфире. Для этого достаточно пополнить ваш торговый счет у брокера Grand Capital минимум на 200 долларов. Также вы можете воспользоваться приветственным бонусом 40%, который участвует в просадке. И написать мне номер счета, я проверю и добавлю вас в наш клуб. Таким образом вы будете видеть наши сделки, которые мы совершаем на своих счетах. Всем хорошего дня и удачной торговли!